По объемному, то есть пространственному звуку я начал фанатеть где-то во второй половине 90-х, впервые услышав Dolby ProLogic. Это был такой аналоговый стандарт, позволявший с помощью разницы в фазировке сигнала на обычную стереозапись записать четыре канала, то есть лево-право, общий тыл и фронт, то есть речевой канал. Слушал я это все у друга, у которого батя увлекался всей этой самой техникой, и разумеется, мне очень захотелось что-то подобное себе тоже получить. Так что наступает время охуительных историй от Изи, но прежде слово спонсора. Спонсор этого обзора вейп-шоп ParProduction, у которого недавно обновился веб-сайт, стало все удобнее и секостнее, Кроме того, там появился мой личный промокод Изи, который мало того что дает скидку, кроме того среди оформивших заказ с промокодом Изи будет проведен конкурс, очень может быть что с призами от Изи. О подробностях этой акции я расскажу в отдельном видео, поэтому если хочешь поучаствовать, не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить это видео, кроме того, я ссылку на это видео с условиями акции помещу внизу в описании. В общем, если увлекаешься вейпом, то тебе дорога в ParProduction и не забудь про промокод Изи, если соберешься что-то там покупать. Но разумеется огромный сет из большого количества колонок, сабвуфера, усилителя и так далее я себе позволить не мог, и первая моя попытка получить наконец объемный звук. Именно 3D-звук заключалась в приобретении звуковой карточки Oriel Vortex. Это было где-то в конце 90-х. В те времена завоевала популярность технология A3D. Собственно, наиболее популярными игрушками, которые ее использовали, являлись конечно же Half-Life и Quake 3. Не вдаваясь в особые подробности, это совершенно обычный, ставший нынче уже привычным, виртуальный 3D-звук. То есть когда с помощью двух стереодинамиков пытаются воссоздать объемную картинку, то есть чтобы звук был у тебя и спереди, и сзади, и сверху, и снизу, и так далее. А Aurel просто сделала карточку, в которой эта технология была реализована в железе, прямо в чипе, чтобы ускорить создание и вывод такого звука тебе в наушнике. Кстати говоря, игра и вообще сидение за компом в подключенных к нему наушниках, это нововведение последних нескольких лет, в основном связанная с популяризацией онлайн побоищ, прежде всего Counter-Strike, где нужно слышать шаги крадущегося противника. С самого появления мультимедиа в середине 90-х и вплоть до начала 2010-х, все сидели с настольными компуктерными пукалками, в смысле колонками, от слова call. Именно поэтому, кстати говоря, в этой Aurel Vortex нужно было выбирать между колонками и наушниками, в этом случае якобы что-то там изменялось. То есть якобы она изменяла и подстраивала вот этот виртуальный объемный эффект, в зависимости от того прослушиваешь ли ты его через колонки, либо через наушники. В современных системах виртуального объемного звучания даже речи не идет о колонках, виртуальный звук это всегда в наушниках. Все эти саундбары, которые якобы обеспечивали объемный звук, тоже давно уже сдохли. Не, безусловно, среди того изобилия, в котором мы живем благодаря такой прогрессивной вещи как капитализм, саундбаров продается до ядреней фени, и даже есть специальный сертификат Dolby, а звук там, Коля, долбанный и сраный, как раз отвечающий за якобы виртуальное трехмерное звучание. Но я не могу отделаться от ощущения, что это плацебо. То есть тебе звук кажется объемным исключительно потому, что ты смотришь на надпись DTS Dolby Certified. То есть звучание оно какое-то не виртуальное, а ритуальное получается. Но в принципе есть вполне себе годный саундбар от Сариатива G. Он очень компактный и дает хороший звук. И может быть я когда-нибудь сделаю обзор и на него. За всей этой технологией стояло, на мой взгляд, спорное утверждение, что поскольку у человека всего два уха, но при этом всего лишь двумя ушами он может различать направление звуков, приходящих с совершенно разных сторон, то чисто теоретически вроде как двух источников этого звука достаточно, чтобы симулировать или сымитировать появление звука с той или иной стороны. На мой взгляд здесь совершенно очевидно логическая дыра. Во-первых, когда ты пытаешься определить направление звука, ты машинально крутишь головой. И именно это помогает тебе точнее понять откуда приходит звук, то есть ты поворачиваешься на звук. Это первая проблема. Вторая проблема. Внутри этой технологии утверждалось то, что вот этими всеми преобразованиями звука, которые мозгу помогают определить местоположение его источника, помогают ушные раковины. Дело в том, что якобы вот эта специфическая форма наших ушных раковин как раз и служит своего рода усилителем, который определенным образом меняет звук, чтобы было проще понять направление до источника звука. А типа у нас есть только два приемника звука этаких микрофона. Это не совсем так. Дело в том, что мы слышим звук с помощью ворсинок. И этих ворсинок внутри нашего уха очень много. И более того, потеря слуха как правило связана с тем, что эти ворсинки отмирают. Но это одна из причин потери слуха например в старческом возрасте. Соответственно поскольку этих ворсинок много и они занимают относительно большую площадь, то звук может приходить не на все ворсинки сразу. То есть на эти приходят, на те не приходят. И возможно каким-то образом по этим импульсам мозг определяет местоположение источника звука. Но тем не менее, сколько я не экспериментировал с этим Aureal 3D, ни в игрушках, ни даже в демках. Там была такая демка с вертолетом. Я так и не смог однозначно сказать, что вот звук сейчас именно сзади находится или там сверху. В общем, к виртуальному Surround'у у меня очень негативное отношение и оно уже очень давно. То есть почти 20 лет уже я не верю в виртуальный объемный звук. И QSound, кстати, из той же оперы, все это виртуальное дерьмище. Хотя некоторым вот, например, нравится. Но потом Aureal начал банкротиться, Creative там еще против них какое-то дело в суде открыло по поводу нарушения патентов. И в конечном счете Creative скупил Aureal и у Creative по факту на начало 2000-х годов конкурентов на рынке именно игровых звуковых карт не осталось, потому что Gravis Ultrasound купили еще очень давно. И в общем-то эта ситуация осталась до сих пор. То есть в среде игровых аудиоплат у Среатива конкурентов нет. Другое дело, что сейчас это не так важно и даже встроенный в материнку кодек вполне себе справляется со всеми игровыми задачами. Тем не менее, разочаровавшись во всем этом виртуальном говне, я решил все-таки обзавестись настоящим объемным сетапом. На начало 2000-х годов стандартом являлся 5.1, то есть пять динамиков, это раздельное левое и правое, раздельный тыл, центр и сабвуфер, то есть получалось 5.1. Как раз примерно в это время появилась фирма, которая сейчас называется Sven. Вылезла она на рынок с набором акустики ИХУ, причем в тот момент, когда она с ним вылезла, он даже назывался по-другому FND, то есть шильдик там был другой, но когда я его покупал, он уже был с шильдиком Sven. Причем это была самая первая и самая примитивная версия, у нее не было даже пульта DU, не говоря уж о разъемах под флешку и карту памяти. Но я больше всего жалел, что не было FM-тюнера, я очень люблю слушать радио, и мне бы он конечно пригодился, и даже в какой-то момент я этот комплект хотел обменять на комплект такого же дешевого конкурента, появившегося примерно в то же время, фирмы BBK, у которого как раз был тюнер. Так и живем, BBK и Sven. Но потом и Sven сделал обновленную версию с карт-ридером, USB-ридером и со встроенным тюнером. И кстати говоря, по умолчанию она врубалась в какой-то не тот режим, и я помню что что-то перепаивало на панели управления, чтобы по умолчанию после включения питания активировался режим 5.1. А еще там был ебучий сверхяркий синий светодиод, который ночью особенно светил тебе прямо в глаз, если ты лежал на диване перед этими колонками. И многие его затирали шкурочкой, чтобы он не так ярко светил. Кстати сабвуфер стоит неправильно, потому что сабвуфер обязательно должен стоять на полу, причем желательно на шипах. А когда ты его вот так поставил, ты у него где-то сто пятьсот единиц басбуста снял. А еще оно у меня сгорел практически сразу, и месяц провела в ремонте. Но правда починили, после этого несколько лет прекрасно работала. А не-не-не, она не сгорела, у нее на басовом динамике оторвало крепление проводов, и этот динамик заменили на менее мощный, но от этого звук даже стал получше, потому что бас был не такой бухающий. Соответственно это был достаточно примитивный по современным меркам набор, состоявший из сабвуфера со встроенным усилителем, и соответственно пяти колонок. Причем насколько я помню центр был нормальный, лево-право были нормальные, то есть они имели по два динамика, то есть были двуполосными. А вот тыл был однополосный. Хотя вот тут бытует мнение, что в свинах любят вставлять поддельные твиттеры, то есть это всего лишь пластиковая заглушка в виде динамика. Но на самом деле до того, как купить этот комплект, я разумеется посмотрел его разборку, тогда это было модно делать на всяких сайтах типа Хобота, и там действительно твиттеры были, и они были подключены. Тем не менее, там был совершенно обычный аналоговый усилитель, то есть которому нужно было подключать три стерео-входа, то есть шесть тюльпанов, а в моей материнской плате был всего лишь выход на одну пару колонок, то есть на стерео-колонки. Соответственно я начал искать какую-то самую дешевую шестиканальную звуковую карту, и это оказалась PCI-плата Cimedia. Каково ж было мое удивление, когда мне совсем недавно, на днях, написал один чувачок, который в DNS купил точно такую же плату. Естественно она у него не завелась, потому что драйвера под нее давно уже не производят. Но тем не менее, тот факт, что эта плата производится уже почти 15 лет, если не больше, и она точно такая же копеечная, меня немножечко позабавил. Но тем не менее, в те далекие времена, в ходу был Windows Linoleum, там эта плата прекрасно работала, но возникла другая проблема. Особо не было контента со звуком в 5.1. То есть далеко не все игры поддерживали звук 5.1, и в общем-то большинство фильмов тогда уже появились рипы с DVD-шников, но они были со стереозвуком для уменьшения объема файла. Соответственно рипов с многоканальной дорожкой было хуй да нихуя. То есть максимум, что я мог посмотреть в 5.1 это фирменный DVD-диск, потому что пиратские DVD-диски тоже, к сожалению, не всегда обладали многоканальным звуком. Соответственно я использовал все это дело в режиме виртуального 5.1, то есть когда стерео дорожка тем или иным способом раскидывается на 5.1 канал. Соответственно у меня достаточно долго были эти колонки, но потом я перестал использовать десктопные компьютеры и полностью перешел на ноутбуки. В ноутбуках шестиканальный выход это вообще редкость, но при этом достаточно часто в ноутбуках был spdif выход, то есть цифровой выход либо коаксиальный, либо даже оптический. И в этом случае можно было получить 5.1 звук, особенно учитывая что к этому моменту, то есть где-то к середине двухтысячных годов, уже и рипы пошли с многоканальным звуком. Кроме того, во всяких плеерах типа VLC появился режим spdif по стру, то есть когда звуковая дорожка прям как есть отправляется по spdif на ресивер и он уже ее преобразовывает. То есть звуковая карточка компьютера не используется вообще. Соответственно и хуя продал, и сначала купил какой-то левый креатив, но он был горел, я его не смог починить, продал его, и купил уже креатив inspire 5.1, он уже достаточно часто мелькал в моих видосах, ну по крайней мере на заре моего канала. Соответственно там был совершенно обычный spdif, по нему можно было передавать звук 5.1, проблема только в том, что пропускной способности spdif не хватает для шести каналов в полном диапазоне, поэтому при 5.1 там используется компрессия и звук не такой чистый, но для фильмов и для игрушек это не важно. Вот. Соответственно в таком режиме я использовал его достаточно долго и для кино и особенно для PS3, с PS3 вообще никаких проблем не было, потому что PS3 и фильмы в 5.1 воспроизводила, и игрушки в 5.1 воспроизводила, ну в общем было все как-то достаточно удобно и наконец-то я получил объемный звук. Проблема в том, что колонки есть колонки. Соответственно для того чтобы их использовать, ты должен во-первых жить один, то есть в квартире кроме тебя не должно быть никого, чтобы ты мог использовать колонки когда хочется, во-вторых желательно жить вообще не в квартире, а в каком-нибудь отдельно стоящем доме на отшибе, чтобы твой звук, ну то есть твои рычащие колонки не будили соседей, и они не приходили тебе и не били тебе в потолок или в пол. Соответственно реальность такова, что я практически перестал использовать эти колонки, потому что прихожу я поздно, фильмы и игрушки если смотрю и играю, то это всегда уже за полночь и соответственно громкий звук просто невозможно использовать, потому что к сожалению или к счастью мы не живем одни. Соответственно те колонки я тоже продал и вернулся к своей безумной идее получить все-таки именно наушники с объемным звучанием. Большинство наушников на которых написано 5.1, 7.1 это как правило USB гарнитуры, то есть у них внутри стоит звуковая плата, как правило самый-самый дешевый чип, и никакого 5.1 там разумеется нет, там есть два обычных динамика, один для левого уха, второй для правого, а весь объемный звук достигается какими-то алгоритмами виртуального объемного звучания, то есть это все тот же самый, а 3D только в какой-то новой обертке. Соответственно откинув все вот эти наушники с виртуальным объемным звуком, остается очень небольшой пласт настоящих объемных наушников. Ну я о них услышал наверное где-то лет 10 назад, тогда появилась какая-то модель наушников 5.1, где в ушах действительно стояло несколько динамиков, а не всего лишь по одному в каждом ухе, и поскольку это был 5.1, там прилагался разумеется клубочек из трех стереоджеков для подключения к материнской плате. Соответственно мне очень давно хотелось попробовать что-то подобное, и поэтому анбоксинга. USB наушники Asus Centurion 7.1. Уже до анбоксинга видно, что просто неебических размеров коробка. Внутри помимо самих наушников есть еще подставка под них. Кстати весьма годная вещь на самом деле, удобная. Кроме того в комплекте набор кабелей, один из них USB, второй HDMI на кучу джеков, о нем я скажу чуть попозже, и собственно говоря звуковая карта USB. У нее достаточно необычный дизайн такой невысокой пирамидки, есть в нем что-то космическое и при этом нанесены какие-то узоры чем-то напоминающие узоры индейцев майя. У большинства USB наушников звуковая карта висит где-то на проводе, то есть огромная такая ебалда с кучей ручек. Наверное тот путь по которому пошел анус, то есть сделать отдельный настольный девайс, который и будет являться звуковой картой, в данном случае более оправдан, потому что лежит она себе на столе и лежит. А на голове у тебя только наушники с одним проводом. Ну не знаю, такой вариант наверно лучше. Кроме того, в этой звуковой карте есть маленький микрофончик, который активируется переключателем спрятанным внизу в ее самых недрах, если его включить, то активируется режим активного шумоподавления, то есть этот микрофончик улавливает все звуки вокруг звуковой карты и пытается их вычесть из того звука который приходит тебе в наушники. Поскольку подразумевается, что звуковая карта стоит на столе, то видимо это сделано для того чтобы вычитать из звука в твоих наушниках клацание по мышке или стук по какой-нибудь громкой механической клавиатуре например. В принципе идея неплохая, но я ее не тестировал, потому что звуковая карта у меня стоит на системнике который стоит под столом, соответственно этот микрофон я тестировать не стал. Как ясно из названия Centurion 7.1 это восьмиканальная звуковая карта, то есть 7 колонок плюс сабвуфер. И к чести Asus стоит сказать, что все управление всеми каналами и вообще всеми функциями гарнитуры, в том числе переключения игровых режимов, доступно на панели этой звуковой карты. То есть тебе не нужно лазить ни в какой софт, чтобы отрегулировать любой параметр работы наушников. Прямо на корпусе звуковой карты можно и подсветку крутить, и игровые режимы переключать, и громкость регулировать, причем как общую, так и какого-то конкретного канала. Все что сверху светится огромным количеством светодиодов, в том числе с отображением текущего уровня громкости, а вот передний селектор который переключает каналы к сожалению не подсвечен никак. В принципе это особо не нужно, но как-то странно могли здесь хотя бы парочку светодиодиков вкорячить уж как-нибудь. Но учитывая огромное количество каналов и огромное количество настроек, наверное крутить их на звуковой карте без какого-либо дисплея не очень удобно, поэтому как обычно в комплекте Asus'овский говнософт с вырвиглазным совершенно дизайном, но в принципе вырвиглазный дизайн это характерная черта всего типа геймерского софта. Но тем не менее здесь можно крутить все то же самое что крутится в настройках звуковой карты, дополнительно здесь еще есть эквалайзер, различные функции по шумоподавлению для основного микрофона который на гарнитуре, а вот морфера кстати в софте нет. В принципе потом поймешь почему. И разумеется не обошлось без читов. В говнософт от наушников Anus встроен такой хитрожопый эквалайзер с вызывающим гомерический хохот названием Sonic Radar Pro, который определяет какая игра в настоящий момент запущена и активирует определенный пресет, который по идее должен дать тебе какое-то преимущество в этой игре. Но поскольку речь идет о звуке, то в данном случае например если запущено CSGO, то этот софт автоматически включает пресет, который позволяет тебе лучше слышать шаги, лучше слышать направление откуда идет выстрел, например, ну и так далее. Единственное но. Для того чтобы это нормально работало, насколько я понял, нужно в самом Counter-Strike, например, отключить встроенный в Counter-Strike режим 3D звука, потому что иначе все это дело конфликтует. Такое ощущение, что игра даже вылетать может если в ней включить 3D эффекты и одновременно включить их в этом говно-софте от Asus'а. Ну и конечно не забудь поставить там многоканальный режим, 7.1 я что-то не нашел, но 5.1 там поставить точно можно. А теперь вынимание, вынимание на экран. Ахтунг блять. Из-за этого мне пришлось перезаливать этот видос, проебав при этом 15 тысяч просмотров, тысячу лайков и несколько сотен комментариев. Вот настолько, сука, важным я считаю то, что я сейчас скажу, потому что я забыл об этом сказать в прошлой нережиссерской, сука, версии этого видоса. Дело в том, что вот этот Republic of Gay Merce Sonic Radar, гей-радар блять, гей-дар, имеет встроенный самый что ни на есть чит. Дело в том, что он в игре может на экране показывать оверлей, который будет указывать направление на звук. Ну, для Counter-Strike Go, например, это звук выстрелов, взрыва, шагов и так далее. Я, в принципе, не пользуюсь говнософтом, я не настраиваю никаких макросов на мышке, не включаю там какие-то режимы стрельбы и уж тем более я не собирался использовать никаких Sonic Radar, поэтому эту функцию я особо не тестировал. А вот те, кто ее протестировал, за этот оверлей получили, сука, бан. Вот чем заканчивается использование типа геймерского говнософта. Имей в виду, что за геймерский говнософт ты можешь получить бан. В том числе за столь явный чит, как графическое указание направление на звук. Ну а теперь пиши заново все те комменты, которые ты оставил в предыдущей версии этого видоса, а также надо просмотры собрать. Да? Если ты уже смотрел нережиссерскую версию, теперь сука, сиди смотри эту режиссерскую. Я ведь ее делаю, а ты смотри. Соответственно, завершая разговор о звуковой плате, прежде чем перейти к самим наушникам, наверное, стоит обратить внимание на две ее особенности. Первое это то, что к ней идет в комплекте USB кабель, с одной стороны которого два штекера. То есть это Y-образный кабель, типа того, который обычно идет ко всяким внешним жестким дискам и тому подобным девайсам. Понятное дело, что это сделано для того, чтобы можно было вдувать побольше тока в звуковую карту. В принципе, я подключал один разъем в USB 3.0 и мне хватало. То есть никаких проблем с воспроизведением и громкостью звука не было, особенно если не забыть при этом включить кнопочку усилителя. Оказывается, на звуковой карте за каким-то хреном можно отключить усилитель, который идет на наушнике. Но тем не менее, на всякий случай, лучше все-таки оба этих разъема воткнуть в USB, то есть один там идет питание плюс сигнал, а второй просто дополнительное питание от еще одного порта на твоей материнской плате. Это первая особенность. Вторая особенность. На этой карте есть два HDMI разъема. В один подключаются сами наушники, а другой это типа линейный выход. Линейный выход нужен для того, чтобы подключить туда колонки, и нажатием соответствующей кнопки на корпусе этой звуковой карты ты можешь магноуэно переключать выход звука с наушников на колонки и обратно. Это очень удобно, не надо нигде в винде лазить, переключать какие-то устройства и так далее. И самое главное, при этом звук будет идти через эту ASUS'овскую звуковую карту, а она очень хорошая. То есть у нее очень низкий уровень шума, и вообще как звуковая карта она неплоха. Единственное, кто-то там жаловался, что она перегревается и начинает глючить, и еще что-то в этом духе. Ну не знаю, я уже достаточно давно ей пользуюсь, подолгу пользуюсь, и никаких таких проблем не возникло. Возможно тот чувак просто не подключил те самые два разъемчика и у него материнская плата не тянет эту карту по питанию. Теперь, что касается HDMI разъемов. Это именно HDMI разъемы и все, то есть просто сами коннекторы. Там нет никакого HDMI и там нет никакого цифрового звука. Это аналоговый выход на 8 колонок, который для компактности просто распаян внутри HDMI разъема. Соответственно вот этот переходник, который идет в комплекте и как раз позволяет из линейного выхода, который распаян в HDMI разъеме, получить самые обычные джеки. То есть там 4 стерео джека мамы, куда можно подключить соответственно 4 пары колонок, итого 8. Это нужно для того, чтобы выводить восьмиканальный звук. А вот входа под микрофон походу на этом переходнике нету, потому что иначе было бы не 4 стерео джека, а 4 стерео джека и 1 моно как минимум. Точно такой же разъем сделан и на самой гарнитуре. Это опять таки аналоговый разъем, который просто распаян в коннектор HDMI и все. Никакого HDMI там нет. НЕЛЬЗЯ ПИХАТЬ ЭТИ НАУШНИКИ В ВЫХОД HDMI ТВОЕГО КОМПУТАТОРА, ТВОЕЙ КОНСОЛИ, ТВОЕГО РЕСИВЕРА И ТАК ДАЛЕЕ. МОЖЕТ ЧО-НИБУДЬ СГОРЕТЬ НАХУЙ, НЕТ ТАМ НИКАКОГОГО HDMI, ЭТО НЕ ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО. Соответственно, какая же, скорее всего, была логика у Asus, когда они выбрали именно этот коннектор для того, чтобы подключать многоканальные наушники? Ну, во-первых, этот коннектор гораздо удобнее, чем, сука, букет из девяти тюльпанов, то есть восемь колонок и один под микрофон, либо букет из пяти коннекторов джек. Один вот этот кабель гораздо удобнее, ну, на мой взгляд, по крайней мере, и, видимо, в Asus тоже пришли к такому же выводу. Второе достоинство, это не какое-то там проприетарное говно, а совершенно обычный кабель HDMI, к которому уже много лет продается огромное количество всяких удлинителей, соответственно, если вдруг тебе не хватит длины этого кабеля, а некоторым его не хватит, потому что здесь всего полтора метра, можно пойти и в любом магазине купить совершенно обычный удлинитель HDMI мама-папа и таким образом удлинить твои наушники. Более того, HDMI кабели имеют, как правило, очень качественные проводки внутри, медные там и так далее, и, кроме того, у них, как правило, качественное экранирование и так далее. Соответственно, выбор Asus в пользу HDMI, несмотря на то, что это не HDMI соединение, вполне себе обоснован и достаточно дружелюбен по отношению к конечному пользователю. Кстати, тут вот высказано мнение, что HDMI кабеля говно, в основном потому, что там используются не чисто медные проводки, а омедненный алюминий. Я об этом говорил еще во время обзора Axelox, который вышел уже несколько лет назад. И при этом омедненный алюминий имеет массу преимуществ по сравнению с чисто медным цельным кабелем. Ну, например, алюминий сильно дешевле, чем медь, во-вторых, алюминий сильно легче, чем медь. Поэтому при тех же электрических качествах ты получаешь более дешевый и, самое главное, более легкий кабель. Так что никаких проблем с омедненным алюминием в данном конкретном случае быть не должно. Кстати, что касается родного кабеля вот этих наушников Centurion, несмотря на то, что он весь из себя в оплетке, и, кстати, USB кабели тоже в оплетке тканевой, это никак не предотвратило разрыв этого кабеля где-то через год использования наушников. И чтобы его там поменять, пришлось прыгать через кольца, как сука-обезьяна в цирке. Поэтому анусу, может быть, имело смысл вставить разъем такой же вот HDMI и в сами наушники, чтобы кабель был сменный. Но мне кажется, в этом случае гораздо быстрее разболтался бы этот самый разъем. То есть пришлось бы городить на него какую-то защелку или что-то такое. Но, в принципе, идея действительно неплохая. Че они не сделали сменный кабель, хер его знает. Кроме того, забегая вперед, в принципе, эти наушники можно подключить не только к вот этой комплектной звуковой карте, назовем его фирменным разъемом, но и к обычной звуковой карте, например, стерео, либо к восьмиканальной звуковой карте, если на твоей материнской плате, например, есть выходы на 8 колонок. Для этого понадобится самый обычный HDMI-кауплер, так называемый. То есть это такой переходничок, у которого с двух сторон HDMI-мама. Я его покупал рублей за 100 для того, чтобы свой HDMI-стик подключать к KVM-свечу, у которого припаян HDMI-выход и там папа. Ну, неважно. Короче, вот этот переходничок, он стоит копейки, ну, не знаю, максимум 150 рублей. Соответственно, воткнув в него с одной стороны наушники, а с другой стороны тот самый комплектный переходничок с HDMI на тучу джеков, мы превращаем эти наушники в совершенно обычные наушники с огромным количеством проводков. Вот здесь я подключил их к ноутбуку, и они замечательно играют как аналоговые наушники. Ну, это, конечно, не особо практично, но, в принципе, сам факт того, что вот эти вот хитровые наушники все-таки можно подключить, как обычные, мне кажется, забавно. Что касается, удобно ли мне использовать две мышки, да, удобно. Две же руки. Ладно, разобрались со звуковой картой, с подключениями и так далее. Еще раз, в режиме по звуковой карте она неплохо сделана, у нее хорошее качество звука, у нее удобное управление, неплохой софт, звуковая карта годная. В принципе, Asus, наверное, может ее продавать как отдельный девайс. Переходим к самим наушникам. Мне не хотелось бы особо что-то здесь рассказывать про дизайн. Он вполне себе в духе игровых наушников и в духе игровой линейки Anus, которая называется Rogue Republic of Gay Mers. Соответственно, у них блестящий местами пластик. Душка у них пластиковая, покрытая вот этим вот софт-тачем. Я не люблю этот материал. У меня такое ощущение, что к нему все время прилипает пыль какая-то. Плюс, если, допустим, им покрыта какая-нибудь мышка, то она со временем стирается и там обнажается обычный блестящий пластик, причем местами. И становится не очень опрятно. Такая мышка становится похожа на какую-то облезлую кошку, у которой из-за лишая выпала шерсть клоками. Но наушники ты вряд ли будешь постоянно мацать. Поэтому, скорее всего, с этим покрытием здесь ничего не случится. Ну и если уж экзистенционально рассуждать, то какого хуя вообще в премиум-сегменте используется пластик? Не, я еще могу понять, почему премиум-вкладыши или затычки могут быть пластмассовыми. Потому что, когда ты такие наушники используешь на улице, на морозе, например, то, возможно, какие-то неприятные ощущения от контакта холодного металла с ухом. Или с конденсатом еще может на морозе возникнуть проблема в металлических наушниках. Но здесь-то, сука, чисто домашние наушники. Ты же не будешь с собой, блять, комп и USB-звуковую карту таскать, чтобы их слушать на улице. Почему здесь не используется металл? Это же выигрышный материал, какой-нибудь полированный или наоборот щеточкой продроченный алюминий. Круто бы смотрелось-то. И долговечность гораздо выше. Почему здесь какие-то пластмассовые дребезжалки? Качество пластика и качество сборки, кстати говоря, приемлемое. Ничего не скрипит, не люфтит. Ну, в общем, все нормально здесь сделано. Разумеется, в чашечках есть подсветка. Разумеется, она красная. Разумеется, она дышащая. В принципе, сочетание черного цвета с вкраплениями из красного я считаю одним из самых удачных. И, в общем-то, к дизайну у меня особых претензий нет. Что касается удобства. Под дужкой есть еще такая мягкая лента с несколькими подушечками. Именно она тебе упирается в маковку. И, в принципе, все достаточно комфортно. Чашечки вращаются в нескольких местах. Во-первых, сами чашки поворачиваются относительно дужки. Там есть один шарнир. Плюс внутри чашечек то место, куда крепятся амбушюры, тоже вращается. Собственно говоря, можно подобрать посадку под твою голову. Я не буду усираться, что это суперудобные наушники, и что в них можно сидеть часами, их не ощущая. Это не так. Ну или, по крайней мере, я этого не заметил. Я от них устаю достаточно быстро. И если сравнивать их с какими-нибудь клаудами, то клауды намного более комфортные наушники. Но с другой стороны, клауды это стерео наушники, а здесь у нас, извините, восьмиканальные наушники с десятью, сука, динамиками. Именно этим обусловлен их большой вес, огромные размеры и не такая удобная посадка. Но для наушников с десятью динамиками они сидят более-менее нормально. Поэтому давай, наконец, посмотрим на эти динамики. Для этого нужно снять амбушюры. У меня, конечно, всегда проблема с этим словом, вроде как я сейчас правильно прочитал. А еще у меня, кстати, есть проблема со словом ревербрация. Я почему-то его говорю без R. Ревербрация. Ну, неважно. Ревербрацию, кстати, можно в Асусовском софте настроить на этих наушниках. И все равно я, сука, неправильно произнес. Реверберация. Реверберация. Вот как правильно произносить это слово. И у меня, кстати, еще с ударением есть проблема, потому что слово импенданс мне хочется произнести как импенданс. По той простой причине, что все эти слова ты не используешь в живой речи и в реальных разговорах. А всякие обзоры умных долбоебов я не смотрю. Поэтому все эти слова я встречаю только в тексте. И, в общем-то, такие ошибки вполне объяснимы, потому что я эти слова вижу только на печати. Я не знаю, как они должны звучать. Итак, чтобы посмотреть на динамики, нужно снять эти самые амбушюры. Я по дурости их чуть не оторвал, потому что я начал их снимать, как обычно, стягивая по бокам. Этого делать не нужно. Здесь топовые амбушюры, которые сделаны на своей рамке. То есть, в комплекте две пары амбушюр из искусственной кожи и обычной поролонки. И они уже на своих пластиковых таких рамках, которые просто защелкиваются в наушники очень легко. То есть, не нужно ничего стягивать, натягивать. Просто... И все. И вот она снялась. И вот они обратно поставились. Кстати говоря, амбушюры, несмотря на достаточно большой внутренний объем, все равно могут не подойти людям с очень большими ушами, либо людям с оттопыренными ушами. Если у тебя сильные уши-локаторы, то они будут упираться прямо в центральную часть в динамике. Вот эти самые динамики. Как ты видишь, здесь в каждом ухе 4 динамика по углам, плюс большой басовый за ними. Это типа сабвуфер. Что касается расположения динамиков, когда только вышла звуковая схема 7.1, я все не мог понять, какого хера там динамики расставлены по кругу. Просто я-то думал, ну ладно, 5.1 там по кругу динамики расставлены, а когда выйдет 7.1, то один динамик будет где-то под потолком, а второй ближе к полу. И это даст возможность сделать звучание 360 градусов, то есть объемное 3D-звучание. Ну то есть получалась бы такая сфера из колонок, внутри которой сидит слушатель, и он, благодаря тому, что колонки находятся во всех сторонах и наверху и внизу, мог бы с точностью определить, откуда идет звук. Что касается заявлений, что объемный звук это типа на самом деле ассоциации, и вообще я в это не верю и так далее, но ты, может быть, и не веришь. Но есть специальные институты, которые создают так называемые сферы звука, внутри которых как раз дофига вот этих наушников, и они там исследуют те самые эффекты для создания пространственного звука. Так что ты можешь верить или не верить, но это существующая вещь. Ведь три пары стереоколонок позволяют организовать три оси звука. Ну то есть получить трехмерный звук. Ну и остается седьмая центральная колонка, чтобы привязать голос к изображению, и точка один это сабвуфер. Человеческое ухо не умеет определять направление на низкочастотный звук, поэтому сабвуфера достаточно одного. И я был очень сильно удивлен, когда при расположении колонок 7.1 этого не происходит, там просто больше колонок по бокам. Здесь в анусе динамики расположены именно так, как я это думал, то есть один наверху, один внизу, один впереди, один сзади. И за ними всеми расположен более большой басовый динамик. Единственное, я не очень понял. Вот эта вот вся как бы каретка с динамиками, она вращается внутри основной чашечки наушников. И я не очень понял, зачем это нужно, и зачем тогда такой большой объем чашки. Но с другой стороны, большой объем чашки нужен для того, чтобы звук был лучше, особенно отдача по басам. Кстати говоря, учитывая, что в левой чашке смонтирован еще и микрофон, который там так опускается и поднимается, я не могу отделаться от ощущения, что левая чашка, то есть та чашка, которая с микрофоном, звучит чуть тише и глуше, чем та, в которой микрофона нет. Причем это ощущение меня преследует вообще со всеми гарнитурами, обзор, которых я уже сделал, и обзор, которых я еще буду делать. У меня целая куча материала про всякие разные гарнитуры. В общем, ну, наверное, на всех у меня было такое ощущение, что та чашка, где смонтирован микрофон, видимо, внутри еще включает в себя какие-то другие платы или провода, или еще что-то. Короче, объем ее чуть меньше, и за счет этого она звучит немножечко по-другому, чем другая чашка. Здесь такое ощущение тоже, к сожалению, есть. Тем же, кто считает, что изичка просто стал немножечко туговат на левое ухо, поясняю, что прежде чем бросать вот такие громогласные заявления, что, сука, у всех наушников ухо левое глуше, чем правое, я, разумеется, проверяю свою теорию очень простым способом. Переворачиваю на башке наушники, и, как это ни странно, в этом случае справа становится тише звук. То есть проблема не в моих ушах, а проблема в наушниках. Что же касается качества звука в этой гарнитуре. Поскольку это мой субъективный обзор, и у тебя могут быть какие-то другие мысли, мне стоит сразу оговориться, что за идеал недорогого бытового звучания я считаю наушники фирмы Axel Vox или Super Shul, это одно и то же. У них есть две модели наушников, одна закрытая, другая открытая, больше они особо ничем не отличаются. Это эдакие китайские фантазии на тему АКГ и Байердинамик одновременно. Тем не менее, в тех наушниках, несмотря на их мизерную цену, просто охрененный звук, и, к сожалению, к нему привыкаешь. И просидев в них несколько лет, как это было в моем случае, ты потом все начинаешь подсознательно сравнивать именно с ними. Опять-таки, обзор Axel Vox я уже делал, а обзор Super Shul я еще сделаю, поэтому не забудь подписаться на мой канал и все такое. Короче, если сравнивать звучание Axel Vox Super Shul с этими наушниками, которые стоят гораздо дороже, чем те, то анус, к сожалению, отсасывает. То есть, звук в анусе хуже. Звук становится чуть лучше, если заменить кожаные вот эти амбушюры на вспененные. Возможно, это чуть-чуть как бы приоткрывает наушники. Но ясен хер, что я сейчас хуйню, конечно, сморозил. Понятное дело, что закрытые наушники не становятся открытыми после замены амбушюр. Но, тем не менее, в кожаных амбушюрах звук прям совсем уж какой-то давящий и плотный. И еще, кстати, уши очень сильно потеют в них. То есть, в кожаных, возможно, еще меньше времени с комфортом просидеть, чем во вспененных. Все-таки, если поставить вспененные амбушюры, то и сидеть в них проще, и качество музыки лучше. Но, поигравшись с софтом, вот тем самым говноасусом, я, в общем-то, понял, что не так. Дело в том, что у практически всех гарнитур выпечена вперед средняя часть диапазона. Возможно, это сделано специально, чтобы шаги было лучше слышно там и так далее. Кстати говоря, на некоторых сониковских студийных наушниках та же самая херня. К ним тоже очень тяжело привыкнуть. Соответственно, если поиграться с эквалайзером и примерно приравнять АЧХ вот этих наушников Asus, ну или любых других игровых наушников, к той АЧХ, которая у Axiolox'ов и супершлюхов, то звук становится похож. Но, к сожалению, в стерео режиме звук полное говно. То есть анусы с 10 динамиками нужно слушать в режиме 8 динамиков. Это когда задний отключен. Потому что если подключить задний, получается какая-то каша. Но, тем не менее, в принципе, можно слушать музыку в этих наушниках. Но, как я уже сказал, лично мне Axiolox'ы и супершлюхи с точки зрения прослушивания музыки нравятся больше. А вот с точки зрения позиционирования в анусе все заебись. Самое главное, не забыть прошить вот эту самую плату, потому что она, по крайней мере, в моем случае была на старой прошивке, и поиграться с уровнями динамиков, то есть подстроить их под себя. Если этого не сделать, то никакого позиционирования не будет, и будет каша. И все, что ты можешь прочитать в отзывах, оставленных теми, кому не понравился именно объемный звук в этих наушниках, скорее всего связано с тем, что они просто не настроили их под себя. У всех уши разные, и обязательно нужно настроить колонки. Соответственно, поигравшись с настройкой, можно получить просто охрененное объемное звучание. То есть и многоканальная дорожка в фильмах, и, разумеется, игрушки. То есть вот насколько может быть многоканальный объемный звук в наушниках, вот настолько хорошо это здесь сделано. То есть к многоканальному звуку в играх и фильмах претензий нет. Все отлично. Ну что, заебись наушники, побежали клянчить у мамки деньги и покупать, да? Нет. Подожди. Сейчас я буду бомбить. А ты просто послушай. Просто послушай, как в этих наушниках, задухуя денег, звучит микрофон. А вот так он, сука, звучит. Вот такой говняный, блядь, через него звук, ёб твою мать, узнать невозможно, сука, пидорасы. Вот так он звучит. Это пиздец, блядь. Представляешь, ты выклинчил вот эти огромные деньжища, купил себе эти суперигровые наушники, идешь в Дискорд похвастаться, пищишь своим пубертатным ломающимся голосом, что-то в микрофон, а над тобой твои друзья ржут, потому что ты лох, заплатив такие деньжища и получив такое говняное качество микрофона. Я был просто обескуражен. Я не мог вообще понять, почему он звучит настолько отвратительно. Первая была моя мысль, может, я какую-нибудь защитную пленочку с этого микрофона не убрал и просто звук в него не доходит. Я все там просмотрел, пересмотрел, ну все вроде нормально. Почему же звук такой говняный, блядь? Потом я залез на сайт ануса. Как выяснилось, проблема эта с микрофоном известная. Более того, она была пофикшена, и пофикшен она была в новой ревизии, которая начала выпускаться где-то с августа-сентября 2017 года. Вот этот Центуриен выпускается с 2016 года, и, соответственно, все наушники, выпущенные, ну, грубо говоря, до августа, получается, 2017 года, подлежат замене. Но это не отменяет того, что Анус выпустил говнопродукт и делал его несколько лет, эту свою говнитуру, пидоры. Замена бесплатная, поскольку Asus признал эту проблему. Ну, разумеется, вражки срать хотели на то, что там где-то, блядь, какой-то Asus признал. И для того, чтобы вражки поменять эти наушники, тебе нужно на форуме Ануса написать импортному сотруднику через личные сообщения, и он тебе пришлет инструкцию, что нужно делать. То есть его помощь понадобится, чтобы вражки тебе что-то обменяли, блядь. Вот только хуй ты этому сотруднику Ануса на форуме напишешь, потому что при попытке отправить личные сообщения, несмотря на нормальный статус на этом форуме, то есть юзер не забанен, тебе выдается ошибка «Доступ запрещен», потому что Анус — это говно полного цикла. Это и железо говно, и софт говно, и даже поддержка говно, и даже форум говно. Анус — это говно в кубе, блядь. Трехмерная сука. Причем меняют только сами наушники. Все остальное — звуковая плата, провода, коробки, подставки и так далее, все остается. Только сами наушники. Для того, чтобы понять, когда же были выпущены твои наушники, нужно посмотреть на серийный номер, который на них наклеен. Соответственно, нас интересуют два первых символа. Первый будет это, например, «Г» или «Х». «Г» — это 2016 год, а «Х» — это 2017. А второй символ отвечает за месяц выпуска. Соответственно, от единицы до девяти — это от января по сентябрь, а дальше уже идут буквы. Ну, например, буква «А» — это октябрь. Соответственно, если у тебя «Г» или «Х», а дальше «Семерка» или меньше, то есть «6», «5» и так далее, то твои наушники подлежат бесплатной замене, потому что «Асус» признал дефект. Я понял, что, кажется, смотрел не тот серийный номер, потому что на гарнитуре их, сука, два. Чтобы уточнить это, я еще раз прочитал, что там пишут на форуме, и там вообще говорят, что нужно серийник на коробке смотреть. И на коробке серийник тоже «H8». То есть гарнитура выпущена в августе 2017 года, когда эта проблема уже была типа пофикшена, блядь. Это вот так звучит пофикшенная, сука, версия? Вот такая вот параша со звуком через этот микрофон, блядь. Как же, блядь, тогда звучала хуевая версия, мне очень интересно, уроды, блядь. Как вообще можно было так обосраться, блядь? Я не понимаю. Анус, как можно было так обосраться? Сподливой, блядь. Фирма Анус, ты же позиционируешь себя, как, сука, Apple в мире ПК в плане качества. Или настолько сподливой обсираться в каждом продукте? Это неотъемлемая черта имиджа Apple. Да ты даже, блядь, в этих наушниках обосралась. У тебя есть игровая серия Rock. Там есть ноутбуки, у которых разъемы звука справа, блядь. Какого хуя ты эту аудиокарту сделала так, что ее только слева можно поставить? Потому что на самих наушниках провод, блядь, идет от левого уха. То есть получается, что у тебя должен провод идти от левого уха через пузо к правой части ноутбука, если бы эти наушники были проводные, например. То есть с твоими ебанными ноутбуками Asus Rock невозможно использовать твои же ебаные игровые гарнитуры Anus Rock, которые обычные, проводные, не USB. Потому что у гарнитуры провод идет к левой чашечке и потом по груди игрока переходит к ноутбуку, у которого аудиоразъемы справа, блядь. И они еще мешают мышкой пользоваться. Уебаный, блядь. Anus Rock, блядь. Не, наверное, есть те, которых в анусах все устраивает. Но весь мой опыт с анусом в целом из серии Rock в частности говорит о каких-то постоянных, сука, косяках. Скажем, в начале нулевых, когда анус еще был длинный и назывался Asus Tech, видеокарта на чипе Voodoo Banshee, производство анус, отказалось работать с материнской платой от ануса G. Они еще были под идиотский слот, куда вставляли переходника в CPGA, чтобы потом воткнуть туда целкатрон, но неважно. Потом у меня был ноут-зинбук от ануса. Он, конечно, секостный, но за кнопку включения, которая является обычной кнопкой на клавиатуре, дизайнером ануса в аду приготовлен отдельный, сука, котел. А уж про игровой говнонутбук серии Anus Rock я расскажу, сука, в отдельном видео. Мне там есть, блядь, что сказать. Уебаны, блядь. Как можно было так обосраться с подливой в этой гарнитуре? Я просто не понимаю. Не, я-то знал об этой проблеме до покупки из отзывов. И лично мне похер, потому что у меня даже в мыслях не было использовать любой гарнитурный микрофон, так как у меня есть нормальный конденсаторный микрофон. Но когда я через эту гарнитуру попробовал стримить, меня даже не узнали. То есть мои подписчики решили, что кто-то другой, блядь, стримит. Вот настолько охуенные качества микрофона. Соответственно, мне-то похую. Но что делать с обычными твоими клиентами Anus, которые доверяют твоей ёбаной технике и считают, что если они покупают Anus, то они покупают качество, и никаких отзывов, в принципе, читать не обязательно. Почему здесь микрофон звучит хуже, чем китайский за 100 рублей? То есть неспроста материалы для этого обзора я поместил именно в папку говноуши, где у меня лежат обзоры всего остального дерьма, которое выпускается нынче на рынке. Или это не Anus с подливой обосрался, а это я с подливой обосрался, купив анусовское говно. Интересный, кстати, вопрос. Кто здесь лох, кстати? Тот, кто доверился Anus. То есть покупатель, получается, лох, что он не ознакомился с отзывами до того, как что-то купить. А Anus смог впарить говно, его ж покупают, молодец, Anus, давайте поаплодируем им стоя. То есть мы принимаем подход быдло, да? Ну то есть если типа человек с твоей точки зрения лох, то и кинуть его не зазорно, и даже в каком-то смысле почетно. То есть Anus у нас занимается гупстопом, что ли, по отношению к своим лояльным покупателям. Это, кстати, не только к Anus относится. У меня к фирме Dell, например, масса претензий, сука, накопилась. Или, может быть, мы перестанем, наконец, обвинять покупателя, называя его лохом. Ведь в отношениях деньги-товар от покупателя требовалось лишь одно. Оплатить покупку. И он свою часть договора выполнил сполна. То есть отдал деньги, иначе товар бы ему просто не выдали. А вот со стороны производителя все сложнее. Ему нужно поставить товар надлежащего качества. Давайте производители просто перестанут выбрасывать на рынок откровенное дерьмо. Его и может и обсирать всякие блогеры, типа меня не будут, а? Причем эта гарнитура не вчера появилась. Она на рынке продается уже пару лет, и выпускаются новые партии. Проблема эта с микрофоном известна, и даже анусом признана, но нихуя, сука, не решается. Не, конечно, можно ее решить самостоятельно. Можно, в принципе, подкрутить там в этой Asus-овской утилити, там всякие подавления шумов убрать или наоборот добавить, с уровнями поиграться, и микрофон станет, ну, хоть чуть-чуть понятным для твоих собеседников. Можно его, кстати, вообще заменить, благо здесь все достаточно просто разбирается. Но какого хуя, блять, лезть с паяльником в гарнитуру за овер дохуя денег? Микро, кстати, несъемный, нет. Он, правда, такой секрастный, гнется, как фал-имитатор во всех направлениях, но не снимается. Соответственно, помимо вот этой очевидной и основной проблемы с микрофоном, в тех же отзывах иногда можно встретить жалобы, что у кого-то звуковая карта перегревается, как я уже сказал, у кого-то ухо отвалилось, у кого-то провод перетерся, у кого-то разъем сломался, вот этот HDMI и так далее. Ну, в общем, потенциальные проблемы с долговечностью есть. И вряд ли, наверное, купив такие дорогие наушники, ты начнешь к ним небережно относиться. То есть, видимо, какие-то проблемы с качеством все-таки есть. Я в этом, сука, нисколько не сомневаюсь, потому что сейчас проблема с качеством есть вообще у всех брендов. Соответственно, какие делаем выводы? Это далеко не самые удобные наушники. Но, учитывая, что это наушники с настоящим 7.1, то есть у них 10 динамиков, они настолько удобные, насколько это возможно, и их размер настолько минимально большой, насколько это возможно, для того, чтобы поместить в них 10 динамиков и оставить им место для того, чтобы разыграться. То есть, здесь налицо основная проблема большинства геймерских гарнитур. Выглядят они намного лучше, чем звучат. А некоторые оверпрайсы, типа Кракенов или Стильсериесов, еще и выглядят как говно из самого дешевого пластика. Соответственно, здесь вся та же самая фигня. Это супер дорогая гарнитура. Звучит хуже, чем китайские аксельвоксы с супер шлюхами. Соответственно, стоит ли покупать эту гарнитуру? Стоит только в одном случае. Если ты действительно хочешь объемный звук, потому что он здесь реально годный и здесь настоящие 7.1. Никакие не виртуализации. С этой точки зрения у Центуриена наверное только один конкурент, это Razer Tiamat 7.1 версия 2. Там все примерно то же самое, там тоже 10 динамиков, они немножечко более компактные, у них немножечко другой дизайн, там говорят получше позиционирование даже без настроек, вроде там нормальный микрофон, и у нее еще есть ну назовем его звуковой пульт, который тоже лежит на столе и он привязан на кабель. И у него кстати говоря есть входы и выходы, то есть к нему еще что-то можно подключать. Потому что здесь к звуковой карте ануса я так понял, что микрофон в принципе нельзя подключить, даже через все вот эти переходники. Тут вот утверждает, что где-то есть дырка под микрофон на этой звуковой карте, я ее сейчас специально взял в руки, всю со всех сторон обсмотрел, нету. Как в том анекдоте про колобка, ты б хоть пернул для ориентировки. Что неудивительно, потому что Тиомат это аналоговая гарнитура, USB в ней используется только для питания усилителя и подсветки, а для получения восьмиканального звука тебе понадобится восьмиканальная звуковая карта. Правда в большинстве настольных компутаторов, выпущенных более-менее недавно, она уже есть встроенная в материнку. Но это будет встроенное реалтековское говно, со всем вот этим свистом, шумом, писком, треском и так далее. Не зря же эту фирму называют Кривалтек, потому что Кработек ничего хорошего за всю историю своего существования не выпустила. Конечные платы они конечно не производят, но звуковые чипы у них говно, сетевые чипы у них говно, и Wi-Fi чипы у них тоже говно. В то время как у ануса Центуриана звук чистейший, нету вот этого ебучего шипения, которое меня больше всего бесит. Потому что в комплекте с Центурианом идет USB восьмиканальная звуковая карта. И даже если в твоем компьютере вообще нет звуковой карты, это никак не помешает тебе использовать USB звуковую карту Центуриан. Нет, безусловно, сами чипы Реалтек в большинстве случаев обладают вполне себе характеристиками, по крайней мере те, что заявлены в их дата-шите. Проблема в том, что Реалтек, как я уже сказал, делает только сами чипы, а всю остальную обвязку вокруг них делают другие конторы. И звук в твоем компьютаторе зависит не только от чипа, и даже не столько от чипа, сколько от всех компонентов, в частности от предусилителей. И вот предусилители-то как раз при использовании Реалтека и других кривых чипов, типа ВИА, например, как правило говно. И именно из-за этого такой хуевый и шумный звук, и именно из-за этого выход компьютаторных наушников не может раскачать более-менее нормальные уши и звук говно. В то же время здесь в анусе и предусилители нормальные, и самое главное чип используется не цимедия, как некоторые считают, а вполне себе ESS. Это один из наверное лучших чипов для бытовой компьютерной техники. Но тем не менее, если тебе нужен 7.1 звук, то выбор у тебя небольшой. Это либо вот этот Центуриан, либо те самые Razor Tiamat